Друзья мои, обходили мы по всем нашим грибным местам, которые мы здесь знаем, в Самарском лесу. И кроме вот такого, первые мухоморы, которые я вам показала, мы нашли. И нашли вот такие. Они называются условно съедобные и молочные. Называются молочный гриб. Мы не берем такое, потому что мы это не считаем за гриб. Почему молочные? Потому что когда срываешь, и выступает такое, как молочко, капельки белой такой жидкости. Знаю, что некоторые люди берут их и едят, но мы такое не берем. Вот такая вот сегодня получилась у нас тихая охота. Отдохнули, увидели лес. Хочу передать привет своим самарским друзьям. Вы нам желали удачной, успешной грибной охоты. Но, как говорится, каждый результат есть результат. Отрицательный результат это тоже результат. Это говорит о том, что лето было очень засушливое. Нам рассказывали, что земля сухая более чем на метр в глубину. Ну вот представьте, какая сухая земля. И понятно, что эти грибнички, вот эти грибов, все их гнездышко грибные, да, грибницы назовем их, они очень сухие. Для этого, чтобы им проснуться, надо, наверное, не три дня после дождя. У нас только три дня, как прошел дождик. И мы выбежали, увидели лес. Поэтому каждый результат есть результат. Отрицательный это говорит о том, что в ближайшую неделю нас не будет тянуть в лес. Мы поняли, что нет ничего. Нет абсолютно грибов. Мы увидели только мухоморчики. Скорее всего, в тех местах, где более не такой жаркий климат, может быть, там уже и появились. Наши друзья с западной Украины рассказывают, что они что-то там уже рвут. Что у них есть, режут, режут, режут грибы. У них есть. Вот такая вот ямка, где все-таки вроде бы как влажность. В лесу пахнет. Оно, это грибочек. Грибочек растет. Какой-то грибочек. То есть они сейчас, естественно, проснулись в грибнице там, где влаги им достаточно. Вот так иногда, друзья, можно сходить. Можно иногда сходить в наш лес и не получить результата. Это не значит, что ты придешь и сразу все есть. Естественно, в тех лесах, в лесах я более чем уверена, настоящий Самары, вот где-то там, возле вас, друзья, должно быть. Ну, а к нам я всегда рада. Приезжайте в гости. Мы пойдем. Не всегда уверены, что мы насобираем грибов. Но отдохнуть отдохнем. Сейчас делаем шашлычки. Взяли с собой термос. Сегодня выходной день, поэтому отдыхать надо на природе. Вот даже вот это хочу вам показать. Сухой этот овраг. Я вам показывала, мы через него переходим на другую половину леса. Вот там в основном растут. Видите, березки, подберезовики здесь должны быть. Места такие грибные и пахнет грибами. Но даже здесь нет воды. Сухо. Теперь стало ясно, что в наших местах грибы появятся, по крайней мере, где-то через неделю, это точно. Потому что жары уже не будет, значит, они должны. Поганки. Вот если мы летом ходили и говорили вам, что нет даже поганок, сейчас есть такие вот грибочки. Но съедобных мы не нашли. Видели ужика, который убегал от нас. Видели змеючку. Сейчас как раз такое вот время, когда они выходят на солнышко и греются. Потому что скоро они будут прятаться в свои норки, уходить на зиму. Ну, хочу вам показать, что земля мокрая. Вот мы идем, пахнет прям грибами. Но теперь мы понимаем, почему их нет. Потому что все-таки прошло, все-таки такая была сухая зима, такое сухое лето. Поэтому возле этого, возле этой сосны, вот здесь рядом, я находила белые грибочки. Сейчас они еще не проснулись. Все. А грибы мы и не насобирали. Значит, пойдем пить чай. Скорее всего, в наших краях минимум через неделю они появятся. Лес мокрый, грибами пахнет, но грибов еще нет. Видели только мухоморы, видели молочный гриб, видели поганки всякие. Вот. Прошли возле, видите, молоденькая сосонка. Это здесь должны быть маслята. Но они тоже еще не проснулись. Рановато. Мы выбрались в лес, рановато. Он такой прекрасный. Прекрасная экофлора. Друзья мои, подписывайтесь на мой канал. Кто еще забыл подписаться? Заходите на мой канал, пишите комментарии. Будем дружить. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok